День науки. Что Казанский федеральный университет подготовил в этом году? Мы задействуем деятельность студенческих научных кружков. Предполагается тоже к этому большому мероприятию, к Дню Российской науки, фестиваль студенческой науки. Почему российский рубль – самая недооценённая валюта в мире? Игут с бейкмата – это, конечно, очень интересный показатель, хотя и не совсем корректный с экономической точки зрения. Расширение Горьковского шоссе. Ждать ли массовые вырубки леса? Сто процентов довольных никогда не будет. Но так или иначе город должен на это идти, чтобы не стоять на месте, развиваться и не встать в транспортном коллапсе большом. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Юлдашев. На нашем телеканале состоялась премьера фильма «Цена выбора» «Временный инфекционный госпиталь КФУ». Кинокартина посвящена работе врачей униклиники Казанского федерального университета в период пандемии. Вот надень на голову полиэтиленовый пакет и вот скотчем возьми вокруг шеи или просто зажми вот это. Вот это ковид. Говорили так, здесь бардак, там слишком много людей, тебе надо попасть на Шмидта. Очень большая радость, когда пациент выходит из реанимации. Такие случаи у нас достаточно частые. В международной еженедельной газете «The Economist» вышел январский индекс Биг Мака. Тему продолжит наш корреспондент. Индекс Биг Мака основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира. А если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или наоборот завышен. Среди представленных в январском рейтинге валют рубль занял последнее место. Индекс Биг Мака – это, конечно, очень интересный показатель, хотя и не совсем корректный с экономической точки зрения. Тем не менее, он действительно в какой-то степени характеризует уровень цен в той или иной стране и косвенно уровень оцененности, недооцененности или переоцененности национальной валюты. Бургер из популярной сети фастфуд-ресторанов был выбран в качестве единицы измерения по следующим причинам. Он распространен по всему миру, стандартизирован по составу и пользуется спросом у людей из разных социальных групп. The Economist рассчитывает индекс Биг Мака дважды в год, начиная с 1986-го. За основу берется цена Биг Мака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной. Если ниже, то наоборот. Низкая оценка рубля по отношению к ведущим мировым валютам является благоприятным фактором для российских производителей, в первую очередь, поскольку заниженная стоимость рубля дает возможность легче конкурировать с иностранными производителями аналогичных товаров, как на внешних рынках, так и на внутренних. Год назад, в январе 2021-го, рубль тоже стал самой недооцененной валютой в мире. В июльском рейтинге российская валюта поднялась в списке на предпоследнее место, оставив на последней позиции ливанский фунт. Роберт Хасанов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета выступили на пресс-конференции в Татаринформ. Они подвели итоги по погодным условиям зимнего периода и рассказали про климатические изменения в Татарстане. В Татарстане в последние годы расширяется перечень наблюдаемых здесь растений, животных, натекомых, в связи с тем, что климат становится пригодным для условно-южных видов представителей флоры и фауны. Действительно расширяется это такое любопытное следствие. Радикальная бульдозерная хирургия Горьковского шоссе все больше беспокоит неравнодушных к экологии людей. Ведь территория лесопарка Лебяжья стремительно сокращается. О плюсах и минусах новой дороги в сюжете нашего корреспондента. О перспективах Горьковского шоссе в Казани внезапно заговорили в конце прошлого года. Эта трасса, ежечасно пропускающая несколько тысяч автомобилей, уже не первый год больна дорожным тромбозом. Все мы с вами ездим по Горьковскому шоссе, особенно в летние периоды или выходные, и мы видим, что трасса перегружена с учетом строительства еще новых жилых районов, Салават-Купыре, то есть трасса полностью стала забитой, загруженной. Отрезок от факела до автозаправки Татнефти в Залесном насытят не только разворотными петлями, но и расширят с четырех до шести полос. Именно этот участок потребовал вырубки леса, особо охраняемой природной территорией Лебяжья. Российское законодательство предусматривает, что при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо делать разделы охраны окружающей среды, разделы оценки воздействия на окружающую среду и рассчитывать там ущербы, и на что ущерба делать компенсационные мероприятия, в случае, если ущерба имеет место. Территория лесопарка Лебяжья сокращается. Лесной массив с деревьями, долгожителями и озера уже со всех сторон зажаты промзонами, дорогами и жильем, которые придется отчуждать. А значит, снижать биоразнообразие не только новой полосы отвода, но и соседней. Надо иметь в виду, что это особо охраняемая природная территория местного значения, и если какая-то полоса отчуждается, вынуждена, то она должна заменяться. Хоть вот то не заменяться, то она должна прирезаться тогда, скажем, эта территория, ну хотя бы равнозначная территория, как минимум, должна быть прирезана. Это, так сказать, просто как компенсационное мероприятие, да, в этой ситуации. Предстоящие компенсационные мероприятия в денежном и натуральном выражении подтверждают и в исполкоме Казани. Для сравнения, замороженный проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань через лесопарк Лебяжье тоже предполагал вырубку. Поваленные деревья планировали компенсировать 170 тысячами саженцев и выплатой городу 1,3 миллиарда рублей. Причем сумма в 2016 году в два раза превышала годовой муниципальный бюджет на благоустройство. Однако на данный момент в Казанской мэрии волнений по этому поводу нет. В случае с реконструкцией Горьковского шоссе таких объемов выплат и компенсационных посадок не потребуется, потому что на 70% дороги уже организовано трехполосное движение в обе стороны. Главное — это не расширение дороги, а отказ от светофоров и появление развязок. При строительстве дорог, особенно вот там, где сейчас получается, там ведь дорога идет в очень таком интересном районе. Там с одной стороны лесопарк Лебяжье, с другой стороны лесопарк Лебяжье, а между ними дорога. Скоростная магистраль, по сути, да? А вот зеленых коридоров для того, чтобы животные могли пройти, до сих пор еще не было сделано ни разу. У нас вообще в Казани зеленых коридоров просто нет на дорогах, и поэтому там ежегодно отмечается гибреживотных. Я лично видела лосей избитых, в общем-то, пострадавших на этой территории. Сто процентных довольных никогда не будет, да? Но так или иначе город должен на это идти, чтобы не стоять на месте, развиваться и не встать в транспортном коллапсе большом. Удобство от расширения дороги получат в первую очередь жители данной части Кировского района, села Осиново, Маятниково и иммигранты Зеленодольска, Верхнеуслонского района. В общем-то, все те, кто регулярно пользуются Горьковским шоссе. Это только одно направление казанской агломерации. Транспортная инфраструктура пока не успевает за массовым строительством жилья и требует миллиардных инвестиций. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Лицеист КФУ исследовал уровень шумового загрязнения в Приволжском районе Казани. В рамках работы над проектом лицеист Даян Хамитов провел замеры уровня шума на улицах с различной степенью загруженности автомобильным транспортом и сравнил полученные значения с нормативными показателями. В своем исследовании учащийся IT-лицея также подготовил рекомендации по улучшению установки. 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. В честь этого в Казанском федеральном университете пройдет масштабное мероприятие, в рамках которого каждый институт будет представлять свою интерактивную площадку. Подробнее в следующем сюжете. В этом году цикл интерактивных мероприятий по гуманитарным, естественным и техническим наукам пройдет не только в формате лекции отраслевых специалистов, но и в виде практических мастер-классов, научные точки, лаборатории и кейсы игры. Мы задействуем деятельность студенческих научных кружков. Предполагается тоже к этому большому мероприятию, ко Дню российской науки, фестиваль студенческой науки. Уже он носит название «Территория знаний». И поэтому мы хотим уже углубиться в разные направления и показать, что они бывают очень интересны, и расширить формат такой и образовательный, и познавательный, и проектный. Программа будет рассчитана так, что каждый научной блок будет повторяться несколько раз за день с определенной периодичностью. Поэтому студенты из разных институтов смогут пройти интересующих интерактив. Для удобства работы во время пандемии есть предварительная регистрация, где желающие могут записаться и принять участие в работе всех площадок. Параллельно с этим в Малом зале культурно-спортивного комплекса «УНИКС» пройдет марафон «Наука будущего» от Российского общества знания. В рамках марафона выступят представители региона, Министерства образования, исследователи, представители технологических компаний и молодые ученые. Мероприятие включает лекции, дискуссии, презентации научных проектов и будет проходить в оффлайн-режиме с трансляцией в социальные сети. Таким образом, в этом году День российской науки пройдет в более масштабном формате. Шехерезада Курбанова, Александр Кузнецов, Универт Ньюс. На этом все. В студии был Амир Юлдашев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова